Всем привет и слава Украине! Передача Новости с Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас традиционный эфир, традиционный разговор с хорошо знакомым и любимым нами Эльдаром Намазовым. Приветствую, Эльдар, очень рад видеться. Добрый день, я приветствую, Гелла, тебя и наших зрителей. Спасибо за приглашение, я всех призываю подписываться. Товарищи, подписывайтесь, иначе Гелла заругает. Это так не покажется. Я вздрогнул, когда он сказал, Ироды, подписывайтесь. Это далеко не все плохие слова, которые он знает. Поэтому всем дружно подписываемся, делаем лайки, распространяем, и, так сказать, чтобы Гелла потом сам ничего-нибудь не учудил. Нет, ну действительно, поставьте лайк. Вам ничего не стоит, а нам приятно будет. И побольше людей посмотрит. А я думаю, что точно стоит того, эта передача, чтобы посмотрели побольше людей. И вам безопаснее будет подписаться, чем подписаться. Ну, начнем с темы, ты знаешь, я уже какую передачу начинаю с темы вот этой. Это тема покушения на Дональда Трампа, которая вроде бы как уже сходит на нет, но все равно... Ну, во-первых, кто стрелял? Томас Мэтью Грукс, молодой американец, математик, победитель Олимпиад, кстати. И уже почти мученик за демократию. Патерфан Кунстанет обязательно. Вопросы есть, был ли это сырьевая кодиточка, могло ли быть это инсценировкой, ну или другая конспирология. Но я вот что у тебя спрошу. Вот твои... То, когда ты узнал, что у Трампа стреляли. Ну, я этот... Точно помню, как это произошло. Вообще, мне... Иногда бывают в жизни такие случайности. Я случайно прямо во время прямого эфира увидел, как врезается второй самолет в башню из Близнецов. Хотя в Баку было время где-то... О, это я тоже видел по северным. Это в Баку было, по-моему, раннее утро. Это пять часов. Не-не-не, это было вечер. Это был вечер у нас. Это было ночью. Это была ночь глубокая. Утро у них было, у нас был поздний вечер такой. И я видел, и когда я... Вообще, тогда же все нас в прямом эфире показывали, 11 сентября. И показывали, что врезалось. И я смотрю, и тут смотрю, обрезается второй. Думаю, что у них там самолеты падают. И потом пересекнул. Так это же теракт, черт. Ну да, это самое. То же самое с этим. Я сидел как раз за... Сидел за новостными сайтами в Телеграме. Искал одну информацию для себя. И как раз на том сайте, который я смотрел, на канале, Терраграм-канале, это прямо у меня на глазах появилась надпись «Покушение на Трампа только что» и так далее. Я сразу переключился на это дело. Ну, что сказать. Я не буду оригинальным, и скажу, что такой вариант событий не исключался. Его... О нем писались прогнозы, его... Говорили, что такое возможно. При том уровне противостояния в Соединенных Штатах между руссканцами и демократами, при тех радикальных действиях после прошлых выборов. Все это показывало, что такие случаи не исключены. Особенно если учесть очень длинную традицию американцев именно в покушениях на первых лиц. Много президентов погибло от рук террористов, многие были ранены. Поэтому это не исключалось. Но все равно это, естественно, было неожиданно. Это было неожиданно, и уже по прошествии вот нескольких дней мы можем сказать, что это покушение сыграло, может быть, решающую роль в исходе этих выборов. Никто сейчас уже не сомневается. Я смотрю не только опросы. Есть специальные агрегаторы, которые суммируют все опросы, накладывают это на электральную карту. С учетом повышенной баллы они дают именно за счет колеблющихся штатов. Потому что, смотри, потому что если мы возьмем опросы, вот картина опросов плюс 2, плюс 1, плюс 3 процента. Ну да, это не серьезно. Да, просто Айпсис достаточно такие. Вот Айпсис – это вообще три звезды. Это считается супер этим. Но вот ты начал говорить интересную вещь про агрегаторы. Скажи, что… Они суммируют все, они дают определенные рекомендации для ведущих компаний Европы, Америки, чтобы люди, которые, компании, которые вкладывают миллиарды, десятки миллиардов, понимали, к чему все клонится. По ихним всем этим расчетам, значит, до первых дебатов было примерно равенство, но чуть впереди был Трамп. После первых дебатов они дали, на 10 пунктов повысили шансы Трампа, что это примерно 60-61%. А после этого покушения они уже говорят о 70-71% вероятности победы Трампа. То есть демократам надо просто сотворить какое-то чудо, чтобы победить на этих выборах. Или должны произойти еще более драматические события, еще более страшные события, но уже играющим на руку демократам. Ну, по крайней мере, вот на сегодняшний день ситуация такая. Я думаю, это косвенно подтверждает это обстоятельство, что вчера впервые Байден заявил о возможности того, что он сойдет с дистанции. Раньше он говорил, что я сойду с дистанции, только мне если Бог скажет. Ну, все понимали, что Бог скажет Байдену или не скажет, об этом никто не сможет ни доказать, ни опровергнуть, да. И все понимали, что он просто отказывается сойти с дистанции. Но сейчас он спустился, скажем, на резко, на несколько ступеней ниже. Сейчас он говорит уже не Бог, а говорит, если лечащий врач мне скажет, что у меня проблемы со здоровьем, то я сойду. То есть все же оказалось в руках вот этих врачей, на которые можно сослаться, что вот они вдруг что-то обнаружили у него и сказали, что он не рекомендует. То есть он готовится соскочить с этой гонки. И это тоже показатель того, что итоги гонки тоже, наверное, у него тоже не вызывает сомнений. Тем более, что к предстоящему съезду демократов серьезно готовятся те, та часть демократической партии, которая хочет, чтобы Байден снялся с выборов. Они готовятся провести определенные акции во время даже самого съезда. Зачистенная часть делегатов этого съезда будет выступать с такими требованиями. Многие уже демократической партии считают, что Байден просто нереалистически оценивает ситуацию, и он идет на поводу, может быть, у своей семьи, которая наставит, потому что известно, что его супруга очень наставит, чтобы она осталась. И он говорил о том, что я приму это решение с близкими мне людьми, то есть мнение партии, которая его выдвигает, как будто это не имеет значения, как будто он независимый кандидат какой-то. Известно, что против его сына уголовное дело, и от того, останется ли же Байден в власти, или же не останется, может быть, во многом будет зависеть исход этих судебных дел. Хотя он уже сказал, что он не будет амнистировать сына, если вдруг... Ну, сказал, да. Но может, у него кроме амнистии есть десятка других способов, как можно на это дело повлиять. И, наконец, еще один косвенное такое подтверждение, что исход выборов уже многие считают предрешенным, это то, кого выбрал себе Трамп напарник и вице-президентом, потому что там рассматриваются разные варианты, кстати говоря, компромиссные, с точки зрения интересов Трампа. Допустим, Трамп и Ник Хелли, допустим, в роли вице-президента, это одна ситуация, одни будут последствия и для мира, и для внешней политики Соединенных Штатов, потому что Трампу придется как будто бы кооперироваться и делиться властью с, скажем так, рейганомистами, сторонниками рейганомской политики. Если бы он выбрал, допустим, десанкция, это была бы немножко другая ситуация, это было бы все-таки доминирование Трампа полное, но все равно приходилось бы учитывать и сдерживающие такие факторы лицидесанца, которые являются классическим таким рейганцем, склонным к компромиссам, склонным договариваться с демократами, он более такой, ближе к центру находится, чем крайне право. Но он выбрал еще более крайне право, чем он сам. Я поговорил про Трампа, что у него есть несомненное достоинство, что если ему дать политическую карту в час времени, он не отыщет там Южный Кавказ. Ты тогда смеялся. Но вчера я слушал метабразию тебя, фактически тоже на эту тему, высказал, что Трамп Южный Кавказ на политической карте не найдет. Так Трамп умудрился найти себе такого вице-президента, который еще более, чем он, достойная фигура. Этот Венс, он не то, что Южный Кавказ, он Европу не сразу отыщет на политической карте мира. Но он считается интеллектуалом вообще-то. Ну, да, я знаю его книги по книгам там. Давай посмотрим на этого парня, кто он. Ну вот. Я понимаю, что некоторые видели, но это уже, скажем так, выпускник университета Огайо и Ельской юридической школы. Венчурный предприниматель, автор книги Элегия Хилли Бейли, воспоминания о семье и культуре во время кризиса. Кстати, часто говорят Элегия Хилли Бейли, говорят Элегия Деревенщины, но не часто добавляют воспоминания о семье и культуре во время кризиса. Когда-то непримиримый противник Трампа, сегодня лицо движения маги, голос ржавого пояса, американский националист, причем Нью-Йорк Таймс, как будто бы они там, хотя они говорят, что они ссылаются на людей, которые решили быть анонимными. Как это все было? Он приехал во Флориду, это как раз перед своей избежательной кампанией, зашел к Трампу, а у Трампа лежали на столе распечатки всех его выражений, что он говорил против Трампа, когда зашел он в Эльс. И Трамп сразу же на него наехал резко. Вот ты, такой-то, такой-то, ты про меня говорил, это, 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 это. Он стоял, постоял, была пауза, а потом он сказал, вот за все это я прошу прощения, очень сильно прошу прощения. Но если вы идеологически тот, как вы говорите, я с вами, и вы будьте со мной, поддержите меня на выборах сенатора. И он стал сенатором Атахаио в 2023 году. Победил при поддержке Трампа, и, кстати, Такера Карсона тоже. Противник нынешней политики США в Украине, зато как активный христианин, активно как христианин, поддерживает Израиль. Тут можно просто нашим зрителям пояснить, что для евангелистов, которых в Штатах 70-80 миллионов, они считают Израиль своей родиной. У них такая вера. Там, где родился Спаситель, там наша первая Родина, поэтому вот теперь тебе и каждый в руки об этом парне. Что ты думаешь? Ну, я говорю, он изоляционист, и он более правый, чем даже сам Донид Трамп. И Трамп как бы показывает всем своим врагам, что я настолько уверен в своей победе, что мне не нужно договариваться с Ники Хейли или с десанцием, чтобы что-то туда добавить. Я уже, у меня развязаны руки, я могу выбрать того, кого я хочу. А я выберу такого, что все, кто сейчас меня проклинает, будут потом желать мне долгих лет жизни, чтобы, не дай бог, чтобы Венц вдруг не стал вместо меня президентом. Скажу, лучше будет Трамп, чем Венц. Вот это его выбор уже с позиции силы, скажем так. Выбор вице-президента с позиции силы, не оглядываясь на критику внутри или субханской партии на навязывание ему каких-то компромиссных фигур вице-президента. Это тоже показатель того, что Трамп себя чувствует очень уверенно. Так что я думаю, что мы идем по очень интересному сценарию. Я о нем на твоих передачах рассказывал, но в связи с нашими отношениями с армянской стороной. Я всегда на твоих передачах говорил, что Армению угрожает одна такая геополитическая ловушка, и он может попасть в геополитическую мясорубку, когда он не успеет подписать с Азербайджаном мирный договор до выборов в Америке. А в Америке сменится администрация, придет администрация Трампа, и такое доминирование армянского кокуса в политических структурах Соединенных Штатов это самое прекратится. И тогда Соединенные Штаты будут дистанцироваться не то, что от Армении, а вообще от Европы, от НАТО. Вопрос Украины, уже тяжесть ляжет чисто на европейские плечи, а эти плечи не выдержат этой тяжести, чтобы еще тут отдельно заниматься форпостом в лице Армении и так далее. И тогда Армения окажется к лицу с очень растяженными и более сильными игроками, которые каждый в отдельности может, в общем-то, Армению стереть с политической картой. И Азербайджан, и Турция, и Россия. А Иран тогда рассматривался Армении как чуть ли не как спасительный якорь. Что да, мы с русскими испортили отношения, да, еще Европа и Америка не имеют здесь достаточно ресурсов на поле, на земле, чтобы нам там что-то помочь, но Иран стоит твердо в своей проармянской позиции, об этом заявляет. Но последний выбор выбирания и вмешательство этого азербайджанского фактора и избрание этого азербайджанца-реформиста, кстати, он выступил уже со статьей, отдельной статьей, что ждать миру от него. Послание миру он сделал буквально три дня назад. Он сам написал статью, и можно на эту статью внимательно посмотреть, не гадать, он там практически черным по белому пишет, что он хочет сделать. Это очень интересная статья. Слушай, ну раз ты так говоришь, значит, мы ждем линк, чтобы вставить ее в описание ролика. Можно будет получить его? Да, конечно, я в описании ролика. Я могу по памяти сейчас просто... Нет, расскажи про эту статью, но потом, чтобы мы могли... Google сейчас все переводит, поэтому, чтобы мы могли предложить эту статью, нашим зрителям тоже почитайте. Нет, Технон Таймс его дал, и в русское изложение его тоже опубликовано уже. А, тогда я найду. И машину... И в какой среде, извините, не перебиваю. Это было послание миру, поэтому ее перевели на все языки. Так вот, пока после этих последних выборов в Иране, Армения уже должна сделать поправочку на то, что новый лидер Ирана, новый президент Ирана, как раз таки может попытаться договариваться с Турцией, с Азербайджаном, а не уступать постоянно его, так сказать, нашими оппонентами. Что получается, Армения тогда перед такими геополитическими угрозами одна. Я сказал, что Армения лезет в геополитическую мясорубку, а Фаш обратно потом ее... не засуешь обратно в мясорубку. этот Фаш, он в мясо не превратится. И, судя по всему, Армения тоже не успевает к этим выборам. Сейчас уже говорится о каких-то альтернативных вариантах, может быть, что-то подписать такое рамочное, парафировать что-то. Ну, в общем, в очередном разе Армения, я думаю, сама себя загнала в ловушку тем, что выбирала самый оптимистичный прогноз развития событий и все свои... для них оптимистичные. И все свои силы бросала на это. А в реальной политике надо сперва исходить из худших сценариев, сперва локализовать их, сперва подготовиться к ним. А если будет лучший сценарий, то, конечно, и это так пускай и будет. Вот поэтому я думаю, что это вот такая очень большая тема, какой будет Соединенные Штаты после победы Трампа. Конечно, не будем забегать вперед, еще несколько месяцев есть, как я говорил, может случиться какие-то события. Может быть, кто-то решит в ответ на покушение на Трампа устроить покушение на Байдена или что-то. Мы не знаем, как будут события развиваться. Поэтому мы сейчас то, что говорим, это просто прогноз. И в этом прогнозе вероятность победы Трампа увеличилась после первых дебатов и увеличилась еще больше после этого покушения. И если не случится ничего очень такого сверхъестественного, то мы будем свидетелями смены администрации Соединенных Штатов. Ну, действительно, еще достаточно много времени и может произойти все что угодно, но тренд, он очевиден, тренд, он понятен. И все-таки давай, знаешь, что мы с тобой сделаем? Вот я тоже уже это делал, с тобой это дело чертовски интересно. Ну, во-первых, у меня такой вопрос к тебе. Как ты думаешь, а может быть у демократов, у политтехнологов-демократов, такой прием, что сделать из Трампа такое щадие ада, которое может все разрушить? Потом сказать, ребят, а вот наш кандидат – это старичок, который точно ничего не будет менять. Будет стабильность. Вы голосуете за стабильность или за то, чтобы все разрушить? Такое может быть? Так они пытались это сделать, Гелла. Ничего не получается, потому что эта схема очень надуманная. Вышла в журнале National Interest где-то месяц назад, если я не ошибаюсь, огромная статья солидных политологов Соединенных Штатов, которые вот эту версию разложили по полочкам и показали, что во внешней политике, по крайней мере, Трамп был более успешен, и при нем было меньше, в общем-то, международных таких конфликтов, и они не были такой интенсивности, что именно при Трампе все держались немножко себя в узде и понимали, что можно нарваться на резко ответный шаг со стороны Соединенных Штатов, и как при Байдене все распустили руки, все начали нападать на своих соседей. И это все перечислено всеми фактами, которые начисто отметают попытку каких-то весей, что Байден ничего не будет... чтобы Трамп может наломать дров, наоборот, они показывают, что внешне за это такими вроде бы громкими заявлениями или шагами, они откроются как расчет, очень четкий расчет для того, чтобы игроки, которые могут принести зло и которым могут совершить агрессию, чтобы они немножко себя сдерживали. Кстати говоря, то же самое касается его отношения к Украине. Все говорят о том, что Трамп может сделать Украине такое жесткое предложение, что мы не будем помогать, если мы не согласились на то-то, то-то. Но всегда забывайте дополнить вторую часть его подхода, что мы предложим Путину то-то, то-то, а если он не согласится, то мы дадим Украине все то оружие, которое не давал Байден, сделаем так, что Москва пожалеет, что отказалась согласиться на этот план. Вот это вот такая стратегия Трампа, она более эффективна, более действенна в современном мире. Может, в мире иллюзий, в мире в Уденном, что якобы есть какие-то правила, и все подчиняются этим правилам, за исключением нескольких изгоев. Этого мира уже нет. Эти правила уже не придерживаются даже значительной части западных государств. И сейчас уже факторы силы стал играть дальнейшую роль в международных отношениях. Поэтому сторонники Байдена могут рисовать какие-то иллюзорные картины, что при этом старичке, бодрячке, все будет спокойно, тихо, но все понимают, что это не так. Поэтому эта схема не сработает. Они пытались это сделать. Они пытались это сделать, и их разбили пух и прах очень жесткими аргументами. Слушай, а другой момент. Трамп, когда приходил на первый срок, тоже много обещал про то, что он осушит болото, что он сделает так, например, мы сейчас с тобой берем внешнеполитические же аспекты, что он реформирует ООН. Ну, в общем-то, у Трампа был один очень большой внешнеполитический успех. Это августе соглашение. А все остальное, ООН и так далее, НАТО то же самое, извини, реформирует. А этого всего не произошло. Ну, дорогой мой, когда Трамп это заявлял, я думаю, он наверняка исходил из того, что он рассчитывал просидеть там два срока. Он не говорил о том, что за пять лет я это все закончил. Он говорил о своей стратегии, собирался, в общем, два срока, а то же он, как обычно, президенты более-менее успешные, в общем-то, два срока тянут. И он собирался вот эти два срока тянуть и 10 лет, и, как ты говоришь, он четко успеха добился соглашения между арабскими странами и Израилем, но при нем, в общем-то, по Ирану были сделаны жесткие предупреждения, и они, и Соединенные Штаты не останавливались даже перед применением силы, ликвидировав вот этого главы корпуса, не самого корпуса, а именно подразделения Суримоним. Суримоним. По внешнему, по международному. Суримоним. Подразделение Аксир. Да. И, значит, он считался уже поближением в Востоке ключевой фигурой, его даже Путин принимал. Путин его принимал как важную политическую фигуру, а хотя он был главой подразделения Аксир по международным операциям, да? То есть, на нем было... На нем было Хизбалла, на нем было, на нем было Ирак, на нем было очень много всего. Очень много, да. И он не остановился, бишь, Байден не остановился. И он тоже так же нажимал на Китай, считая его основным противником. Вашел, он считал, что не решив вопрос с Ираном, нельзя рассчитывать на то, что на Ближнем Востоке восстанется мир, да? И вот то, что последние события нападения Хамаса на Израиль, потом подключение хуситов, а теперь Паджи Хизбалла, и все, он показывает, что отношение Трампа к этому делу было точное. Все это прокси, бороться с прокси можно десятилетиями, но если решить вопрос с тем государством, которое стоит за этим прокси, то сразу все вопросы будут решены. И поэтому Трамп обещал многое, кое-чего уже сделал, по другим направлениям уже начал, и вот, но он рассчитывал не на пятилетний срок. Он рассчитывал как минимум на 10 лет, поэтому его обвиняют в том, что он не все это вложил в ад. Нет, я даже не обвинял, я просто спросил. Я Стаск. Да, хорошо, спрашивайте, дорогой. Следующий момент, позиция по отношению к Китаю. Вот вроде бы как, знаешь, общее место такое. Трамп изоляционист. Ну, изоляционист, не изоляционист, а есть страны, которые его больное место. Одна из них это Иран, другая Китай. И, в общем-то, речь идет о чем? Речь идет о том, что при Трампе неизбежно ли обострение между США и Китаем? Да, ну, дело в том, что Трамп же не собирался резко, в общем-то, войти в Клинч и конфликт с Китаем. Он вообще на днях произнес такую фразу, что это неумное действие Байдена, его политика, заставили, вынуждали пожениться Россию и Китаю. На самом деле, этот известный треугольник, который еще был определен Киссинджером, что в этом треугольнике надо всегда стараться, чтобы отношения Китая и России не были лучше, чем отношения Соединенных Штатов Китая или Соединенных Штатов России. Ну, вот сейчас они добились того, что Россия, в общем-то, оказалась младшим партнером Китая в этой геополитической игре, да, и Трамп это критикует, он говорит, что это неправильно была политика. Многие его, как считают некоторые эксперты, пророссийские такие заявления, да, было связано именно с игрой в этот треугольник. Он хотел, чтобы в изоляции оказался Китай, а не Соединенные Штаты. Сейчас вот ситуация показывает, что он был прав, когда говорил, что это очень опасная ситуация, если подтолкнуть Россию и Китай друг к другу. Соединенные Штаты уже не такие мощные, чтобы в одиночку сразу справились с двумя такими соперниками, как Соединенные Штаты и Китай. И его эти предостережения, его эти мрачные прогнозы на этот счет, они тоже сбылись. Ну, мне кажется, что сейчас придется уже ему начинать не с того, что он оставил тогда, когда ушел. Уже за годы, за это, четверть лет Байдена сложилась совершенно новая ситуация, есть война в Украине, есть там много других, есть война на Ближнем Востоке, да. Это то, чего он говорил, что я этого не допущу. Действуя более жестко, упредительно, он первый, кто дал оружие, дал оружие, летальное оружие Украине, это был Трамп, а не Байден. Да, это факт, не только Украине, но и Грузии, кстати, он дал. Да, и Грузии дал, да. То есть, вот человека, понимаете, нельзя его действия, я сейчас его не оправдываю, я просто пытаюсь анализировать более объективно и не поддаваться ни эмоциям, ни на такую волну, которую его политические противники на него гонят. Если это была бы объективная, справедливая критика, я сказал бы, да, вы правы, да. Но я просто вижу, что это критики его очень много не объективно, а потом это все скажется на судьбе каждого из нас. Если там за этой лужей, как ты говоришь, не определяться, а что такое эффективная политика и как противостоять вот этим вызовам, это же все отразится на Европе, то, что случится в Европе отразится на нас, на Ближнем Востоке, это понятно, и поэтому мы бы хотели, чтобы Соединенные Штаты как глобальный игрок, он мог бы уравновесить вот это влияние уже разбушевавшихся вот этих радикальных сил, а разбушевались они именно при Байт, а не при Буш. Не при Трампе. Как? Не при Трампе, ты сказал при Буше. Да, не при Трампе, да, при Байде не разбушевались. При Буше что ли они не разбушевались? При Буше попрохают. На самом-то деле у меня к Бушу очень много претензий по внешней политике, потому что это с командюризмом очень дорого стоило. Всем, хотя, может быть, невозможно было сохранять старый мир, который был тоже вопросом. Некоторые есть темы по международным делам, в которые можно углубиться, это мягко выражено, а, скорее всего, в болото залезть и там утонуть. В том числе Буш какие ошибки наделал во внешнем порядке. Давайте будем исходить из нынешней реальной ситуации. Мы имеем на руках колоду карт, где есть Байден и есть Трамп. Наиболее часто встречаемые даже не в обыне эти самые утверждения среди наших зрителей, я просто хочу, чтобы ты пояснил для всех. Является ли Россия сателлитом Китая сегодня, то есть они в утвердительной форме доказывают, что это сателлит Китая. Другая оригинальная точка зрения, что Россия всегда подчинялась Соединенным Штатам и подчиняется и сегодня и все, что делается в принципе Путин делает под диктовку из Вашингтона. Или все не совсем так? Все не совсем так. Дело в том, что Россия тоже притит, она ей не нравится. быть сателлитом Китая. Она совершила ошибку с этим агрессией против Украины, не рассчитала свои силы. Теперь она вынуждена просить поддержку Китая, Ирана, Северной Кореи и так далее. И она шаг за шагом попадает в зависимость от Китая и ей это очень не нравится. Она хотела бы, вот сейчас уже это не скрывается, хотела бы переговоров с Западом, хотела бы пойти на какую-то сделку для того, чтобы окончательно не потерять свою такую геополитическую субъектность и не стать предатком Китая, к чему из года в год все это идет и чем это все может закончиться. То же самое я хочу сказать и Китаю. Китаю не особенно нужно очень близко такой сейчас союз с Россией, который вызовет еще более жесткие санкции Соединенных Штатов. Наоборот, сейчас Китай показывает Соединенным Штатам, я придерживаюсь тех санкций, которые вы ввели. Наши банки перестали обслуживать переводы с Россией, мы придерживаемся того, придерживаемся этого. То есть и Китай, и Россия окончательно не сделали выбор, что они военно-политические союзники и они вместе до конца. И тот и другой понимает, что в этом союзе есть очень много угроз и для них самих и не хотят, чтобы эти угрозы возрастали. Поэтому это все в процессе еще динамичном, еще движение. Да, сместилась особенно экономическая политика тоже в сторону Китая, в сторону Азии, разворот в сторону Азии, как они декларируют. Но Россия, я уверен, она держит дверь открытой и при любой возможности хотела бы восстановить отношения с Западом. ее фактически призывы к начать переговоры, то, что они сейчас говорят, что мы уже готовы к переговорам, все и так далее, готовы к соглашениям, это все показывает, что нынешняя ситуация, куда движется вектор, а вектор движется в сторону именно сателлита Китая, окончательно можно завязнуть в этом статусе и там остаться, это не устраивает в общем-то ни Москву, ни Пекин. То есть можно сказать, что Россия и Китай сегодня не союзники, а просто ситуативные партнеры, которые пользуются положением друг друга? Безусловно, безусловно, оба, иначе бы Китай не оглядывался бы на Соединенные Штаты и на Европу. То же самое, кстати, вот Иран, который сказал, что новый президент написал статью, там это четко подчеркнул, там он заявил о том, что эти выборы стали поворотными в истории. Это прям первый такой его пункт, первый абзац, он там говорит о том, что эти выборы стали поворотными в истории Ирана. Это редко бывает, когда кандидат, который победил на выборах, называет это уже еще, еще инаугурация его не прошла, он называет ее поворотным в истории Ирана. Следующим абзацом он объясняет это дело, он говорит, что настала реформа, я дал обещания, мы должны стремиться к миру с соседями, я дал обещания молодежи, перед женщинами, которые сыграли важную роль в этой победе, он раскрывает, почему он считает свою победу поворотным в истории Ирана, потому что он намерен выполнить эти обещания, которые он дал и международным игрокам, и внутренним. То есть он сказал, что это серьезно, я собираюсь это все исполнить, именно с этой точки зрения он сам считает, что эти выборы были поворотными. И дальше идет сразу большой блок о том, как он хочет налазить отношения с Западом, он фактически не бряцает оружием, не угрожает применением силы, он с Европой хочет договориться, у него двери для этого открыты, он к концу уже своего выступления, конечно же, он там ругает Израиль, но оговаривается, что это нельзя путать с антисемитизмом, антисемитизм это противоречит культуре, государственной культуре Ирана, нашего мировоззрения, то есть оговаривается, что это в общем-то режим идет в Израиле, а к самому израильскому народу, все и так далее, что у них якобы все очень хорошее отношение. Даже с Соединенными Штатами он его естественно критикует, но говорит, что они должны признать, что их действия у них были ошибочными, мы можем сесть, договориться, то есть у него начало всей этой статьи и концовка всей статьи очень такая позитивная, что мы готовы начать перезагрузку. Кстати говоря, комментируя вот его эту статью, исполняющие обязанности сейчас министр иностранного делал Ирана, Багири, он четко использовал эту фразу, мы перезагрузки готовы, вот мы выбрали нового лидера, который форматор, который открыт для запада, и мы готовы к перезагрузке. Это, кстати, тоже в русле ожиданий, если придет Байден, то есть если придет Трамп, то какая будет новая ситуация, Соединенные Штаты ведут себя, будут вести себя на ближнем Востоке. Вот Иран тоже сейчас говорит, что я хочу договориться с западом найти общий язык. Слушай, является ли Трамп той фигурой, с которой может договориться тот же Иран или Китай? Я думаю, Трамп человек, который любит сделать. Я иногда даже думал, что у него маниакальное это стремление, он все время, он международные отношения сводит к трем-четырем важным сделкам, которые нужно в общем-то заключить. Не знаю, например, опыт Тиссинджера, он заключил одну сделку геополитическую, которая на десятилетие определила весь ход мировой политики. Может быть, он где-то мыслит этими категориями. Но я думаю, что сделку заключить с Трампом легче, чем с Байденом. И нарваться на жесткий ответ и на жесткую реакцию легче с Трампом, чем с Байденом. Вот то, что ты характеризовал Байдена, что вдруг его советники скажут, вот такой старичок, при нем ничего не будет меняться, все останется по-прежнему. Это никого не устраивает, это никому не нужно. Кому-то надо дать зубы, а с кем-то надо договориться. А кому-то надо дать зубы, а потом договориться с ним. Понимаешь? Такая сейчас геополитическая эпоха, и здесь, конечно, Трамп может быть более успешен, чем Байден. Ты знаешь, у меня вчера мы сидели с другом очень долго, практически до полчетвертого засиделись утра. Он дипломат. Сейчас не буду говорить из какой страны и мы как раз-таки обсуждали, конечно, все, и обсуждали в том числе и кисенджерам нашего, их невал. И я сказал ему такую вещь, ты знаешь, я говорю, вот политика Киса привела к тому, что Соединенные Штаты создали себе конкурента на мировой арене. На что он возразил, логично возразил, что Гел, а это не политика Киса. Кисенджер никогда в жизни не допустил до того, что произошло потом. Кисенджер хотел иметь сильный Китай как противовес СССР. А вот при Клинтоне уже, когда СССР не стало, Китай приняли во всемирную торговую организацию и начали передавать его все технологии. Не было нечего ему возразить. с там могло быть другое возражение на Твое это лишь, что Кисенджер построил схему, которая привела к разрушению Советского Союза. Ну, так ли она привела, потому что с Китаем все равно Советский Союз не дружил? Нет, ну, одно дело не дружить, а другое дело Китай очень впрягся и в Афганскую войну на поддержку мазахедов и так далее и многие другие вопросы. Ну, да, опять-таки это те такие ну, он же, ты говоришь, он посол, да? Нет, он не посол, он дипломат. Скажи так, дипломат. И ты понимаешь, как ни странно, как ни странно. Ведь вот великие деятели международных отношений, Бзижинский, Китченжер, они же не были кадровыми дипломатами. Они никогда не... А он тоже не кадровый дипломат, он политолог. Ну, политолог. Поэтому-то он и сказал тебе так, да? Потому что кадры дипломаты, они стараются, чтобы у них главный подход это не сказать лишнего, да? Потому что они представители президента в этой стране. Поэтому год один раз что-то сказать, и чтобы все было тетерка-тетерка. А вот эти Китченжер и немножко другие, они все были политологами, с политологией они пришли в Советы национальной безопасности, как специалисты по конфликтам, по разрядке или по чему-то другому, да? Они вот, они наоборот, у них подход такой, как можно более подробно рассмотреть, дать возможность сценария развития ситуации и так далее. Поэтому этот разговор с ним очень примечательный. Но я делаю, я вот сначала в нашей беседе обращаю внимание, ты сегодня очень нарядно одеешь, твоя одежда напоминает традиционную одежду этих народов в Полинезии, Мехронезии. Дело в том, что сегодня Это африканский узор на самом деле, это африканский узор. Сегодня в Баку начинается двухдневное Ирана перешел на это. Ну хорошо, ладно, хорошо, пускай давай. Это знаешь, как кушетка доктора Фреда. Ты хочешь поговорить об этом? Слушай, дорогой мой, просто твоя одежда вдруг мне напомнила, что примерно в таких же одеждах сейчас в Бакинском это самое вот этих трехпламенных проходит международная конференция первая по 15 политических организаций из всех колоний Франции по инициативе Гваделупе, я всегда говорил, не забывайте про Гваделупу, Гваделупе и Бакинская инициативная группа БИК совместно провели, и что самое интересное, там не только отчитывается, отдают. Да, я знаю, ты же главный, нет, ты главный не по Галедонии, а не по Гваделупу, ты отдал Гваделупу Тофику, а сейчас уже и Гваделупу не отдал. принимает участие, принимает участие, оно сейчас идет. То есть, ты считаешь, информация, что ты считаешь, до встречи. Последняя информация, которая буквально пришла за пять минут до нашего эфира, эти молодые люди с этих всех больших независимых колоний Франции и Нидерландов, они будут получать образование в Баку, бесплатно, им будут вводены стипендии, и мы будем готовить кадры для будущих независимых государств. Потому что институт потрясал лулумбы, но все будет на таком Баку. И это Франция и Нидерланды, которые особенно на нас набрасывались в связи с карабахскими делами и влезали в наши внутренние дела, поддерживали сепаратистов, и им придется сейчас отвечать по полной программе, там деклонизацию этого мы с помощью Аллаха, с Божьей помощью мы доведем до конца, как одни из лидеров движения неприсоединения, это наш священный долг перед этим движением, и сейчас разворачивается этот процесс еще больше. Вчера вот в нашей любимой Новой Каледонии сожгли эту католическую церковь, самую большую, потому что считается она символом церковь не зря сожгли, церковь нельзя жить. они не считают это символом колониализма, у них есть свои прекрасные верования местные, они верят в свои луды и других, они считают вот это, я в этом их не поддерживаю, но они считают, что эти огромные церкви католические, миссионерские, они в Франции использовались именно для колонизации местных аборигенов, против чего они и выступают, и выступают за независимость. И теперь не только Франция, но и Нидерланды. Я думал, второй будет Испания, но хорошо, Нидерланды только хорошо. Испания, оставьте покой, я за них болею, болел на чемпионате Европы. Ты почему выступаешь против этого? Нет, я за антиколониализм, особенно учитывая, что единственная империя старого типа у нас, это так сложно. Мы с тобой друзья? Конечно. Пиво пили? Было такое тоже. Водку пили? Было такое, да. Чебуреки, люля, кебабы кушали? Кушали. Ты у меня в первых рядах пойдешь на алтаж свободу. ты поднязь. Нет, ну, во-первых, подожди, подожди, подожди. А плоскостопие на семейном положении тебя не спадут. В первых рядах пойдешь на алтаж вместе со мной. Я самый антиколониальный тип из всех антиколониальных, во-первых, это Петра. Второе, ты мне подсказал хорошую идею, я утром 23 июля, ну, уже всем известно, что я приезжаю в Баку, утром 23 июля, я хочу встретиться с подписчиками канала, нашими друзьями, которых мы все время благодарим, но в конечном итоге кто сможет прийти, тот придет поблагодарю лично. Это второй момент, и я тут подумал, наверное, нужно одеть что-нибудь этакое, чтобы меня узнали. Меня же должны узнать. Это второе. И третье, ну, конечно же, очень важный момент, что антиколониальный тренд, на этой неделе должен был быть Сергей Корсуцкий, это посол Украины в Японии, кстати, я не знаю, до знакомства или нету, классная. И он больше года назад он сказал, что где Украина недорабатывает, так это именно в антиколониальном тренде, потому что война России против Украины это именно антиколониальная война, прежде всего. Но она так не воспринимается, не воспринимается, потому что США поддерживают и сложности это в сложности взаимоотношения глобального юга и США уже. Но то, что это антиколониальная война и то, что существует под боком огромная империя с колониами, тоже факт. тем, кому интересно, смотрят наши передачи с Айсиным Русланом, с Русланом Кутаевым, там мы много говорим об этом. Так что антиколониализм мне не чужд, напротив, я один из самых антиколониалистов из антиколониалистов. Так что, ну, раз ты решил меня на алтарь свободы положить или бросить. антиколониалисты колониальных государств. Я понимаю, алтарь, это ведь алтарь свободы, это а чего это алтарь? Ну, ладно, так уж и быть. Раз уж так, так уж и быть, что-нибудь поделаешь. Чего не сделать ради друга? Да, это самое, я вспомнил песню Высоцкого. Черт, нам днемники поедем в Израиль. Помнишь эту его песню? Подожди, я не понял, какую песню, потому что ты смеялся. Да, да, давай будем все. Какая песня-то? Слушай, ты смеялся, я ничего не понял. Нужно темы обсуждать и с собой все время сворачиваешь, когда-то не худо себе. Я смею. Это колониальные темы закончили, ты говоришь, что мы через... Колониальные темы закончили. Что там было у тебя на повестке, я готов. У меня было на повестке вот что, понимаешь, вышла небольшая непонятка, там зрители писали, но, опять-таки, непонятка, когда мы с Мэттом обсуждали 907-ю поправку, на самом деле я виноват, я задал двойной вопрос. Я задал вопрос, как ее принимали, а потом продолжил, и почему она не отменена была потом. А, я понял, я понял. И мы фактически отвечали на вопрос восприятия вот этого эстеблишмента, кстати, яркого представителя, которого вчера осудили, речи на сенатаре Менендес. Да, вчера как раз так и в день, когда Мэтт у тебя выступал, суд признал его виновным, в октябре уже будет определено наказание. И уже председатель сенатского комитета ресурганцев уже обратился к нему с просьбой немедленно подать в отставку. Знаешь, кто первым мне прислал эту новость? Мэтт Брайза. Да, после того записи. Во время эфира у вас этого не было. Нет, во время эфира не было, когда уже это произошло, он мне прислал. Нет, потому что он действительно выслушил. Я понял, я тоже на это обратил внимание, когда смотрел вчерашнюю передачу. Мэтт Брайза очень глубокие знания по нашему региону. Я с ним к знакомому очень давно, когда он еще работал в Совете национальной безопасности и пулировал наш регион до того, как он пришел на работу в Госдек. Ты правильно заметил, у него ответ, который касался 907, он как бы относился к периоду уже после принятия. Получилось так, что при принятии 907-й поправки некоторые американские конгрессмены, допустим, думали, что Гейдер Алиев, он был представителем ККБ, теперь во главе Азербайджана. Нет, 907-ю поправку приняли еще при Народном фронте. Тогда еще, когда Гейдер Алиев... Ну, как бы, все знают, и Мэтт тоже это знает. Мэтт тоже прекрасно это знает, просто у тебя, как ты говоришь правильно, два вопроса. Я неправильно задал вопрос, да. Поэтому просто уточним для зрителей, да, они тоже себя прекрасно понимают. Было при Народном фронте это решение принято. Я рассказывал историю, но в связи с другой, в связи с Минской группой, потому что при Народном фронте они дали согласие министрам иностранных дел Азербайджана, тот Касовым дал согласие на создание Минской группы. Я когда об этом рассказывал, я говорил о том, что я протестовал, я выступал по телевидению, я выступал в Центрех Массоинформации, говорил, что Азербайджан не должен давать согласие на создание подобных международных организаций, давать им мандат, потому что это уже на 50% мы теряем суверенитет в этих вопросах и дальше потом от них будет избавиться невозможно. Как потом на самом деле эта практика это показала. Обещали, что Торфик Касовым обещал, выступая перед журналистами, что он не даст согласия. Вот он поехал, отдал согласие. Когда его спросили, почему, он сказал, ко мне подошел Кристофер. Кристофер. Варен Кристофер. Варен Кристофер. госсекретарь Соединенных Штатов положил руки на плечо и сказал, что вы хорошие ребята, мы вам поможем, давайте согласие на создание этой миссии группы. Я к чему это вспоминаю? И вот он, этот Кристофер сказал, вы хорошие ребята, мы вам поможем. Эти купились на это дело, мало опыта имеющие в общем-то реальные политики люди. И потом при них же Соединенные Штаты отблагодарили Азербайджан эту власть. Эта власть была, кстати говоря, самая прозападная власть считалась тогда на Южном Капказе. Это был Народный Фронт, это были борцы с Советской Империей, которые, для которых Соединенные Штаты было как этот город солнца, да, храм на горе. И вот эти люди просто их буквально и в общем примитивно кинули. Пообещали, а потом против них 907-ю приняли. Все были в шоке тогда они, что как против нас приняли 907-ю. Армения оккупировала наши территории, а санкции принимаются против Азербайджана. Вот тогда-то им сказали, что понимаете, у нас там есть лобби, там армянский корпус, там есть то, это, это. Но когда их упрашивали, что дайте согласие, потому что Азербайджан имел право в этом, дайте согласие на создание миссии группы, они никогда не, так сказать, они говорили, что мы вам поможем, вы хорошие ребята, вы демократы, вот это. Поэтому Гидар Алиб, конечно же, никакого отношения к этому не имел, когда он пришел к власти, уже 97-я поправка уже была принята, к сожалению. Ну, а почему не отменили-то? А почему не отменили? Во-первых, есть очень жесткая эта традиция, Конгресс практически не отменяет принятых своих решений. Вот это надо иметь в виду. Например, поправка Джейкера о том, что санкции против Советского Союза, что они не разрешали евреям поезжать в Израиль. Советский Союз уже распался. Правоприемницы России, на него эти санкции были переведены. И там из России кто хочет уезжать, хочет остаться. Никаких преград ничего нет. Но все равно это продолжает действовать. Поэтому это одна из причин именно в том, что Конгресс очень неохотно, очень редко когда-нибудь отменяет свое решение. Второе. Там есть достаточно сильная армянская кокс, армянская лобби, которая в основном работает с демократической партией. И много очень сенаторов. Ну, представьте, Байден был одним из ярых членов армянского кокуса в свое время. Сейчас президент Соединенных Штатов. Спикер парламента, Конгресса до последнего времени Нэнси Фелоси, активный член армянского кокуса. Главы комитета по разведке, международным делам, обороны, Конгресса, все реальные такие члены армянского кокуса. Это Кардин, это Крестинская комиссия, все и так далее. Яры члены армянского кокуса. Поэтому я вчера не совсем был согласен с этой идеей, что при нынешней администрации самые сильные позиции армянское лобби занимает, чем при старых. Я на этой мысли остаюсь. Наш друг Мэтт Брази прекрасно знает ситуацию в регионе и в Соединенных Штатах. По некоторым оцепкам у нас может разное мнение. Я вижу, что эта администрация была самая проармянская, прям по пальцам я перечитываю, президента, спикера парламента, руководителей комитетов и разведка и обороны и иностранные дела, европейская комиссия и так далее. Куда уже более сильнее месс-позиции. Так что это была очень такая драматичная история. Потом мы взяли один раз жестко поставили цель добиться ее отмены. Ты знаешь, нам не хватило буквально трех-четырех голосов. Нам не хватило трех-четырех голосов, чтобы добиться. Это было бы ваше фантастическое явление, что Конгресс отменил собственное решение. И нам не хватило буквально трех-четырех голосов. И тогда очень серьезную роль здесь играло еврейское лобби, израильское лобби в Конгрессе и многие другие есть структуры, институты. и мы уже подошли в план но это был период потом болезни Гидра Алиева и смена власти все начиналось потом с нуля. Не смена власти, а продолжение фактически этой миссии может уже Ильямам Алиев но мы плотно подходили плотно подходили к тому, чтобы добиться этой отмены. Но потом сами они придумали схему, при которой ее можно избегать. Каждый год они ее действия придерживали. За исключением вот этого последнего, то, что произошло недавно после Второй Карабахской войны, когда они решили, что 97-я будет сейчас полную силу действовать. Но я хочу сказать, что ничего хорошего это для Армении не судит. Я уже сказал, по самому худшему сценарию они идут, по тому сценарию геополитической мясорубки. Даже я не знал тогда, что в Иране могут произойти такие серьезные изменения, новый президент, реформатор, этнический азербайджанец, который наверняка будет стремиться иметь нормальные отношения с Турцией, с Азербайджаном, и уже потакать армянским хотелкам в такой мере, которую предыдущие лидеры Ирана наверняка не будет. поэтому я слушал недавно, буквально два дня назад выступление министра иностранных дел Межзояна на одном международном форуме. Он обвинял Азербайджан в агрессии против Армении и Нагорного Карабаха, обвинял Азербайджан в технические чистки в Нагорном Карабахе. Это он выступал буквально три дня назад. Я говорил про этого человека, что он часто выступает с подсерказистских заявлений, мешает переговорным процессам. Еще раз я в этом убедился. И мне кажется, что такие козлы-провокаторы, они в Азербайджан рискуют и играют судьбой самой Армении. Потому что мы редко об этом говорим, но когда слышишь речи типа того, что сказал Мизайан, хочется напомнить некоторые вещи. У нас вообще-то при большевистской власти было принято решение не только по Нагорному Карабаху, но и по Эзенгизуру. И считалось, что эта власть, большевистская власть, якобы поступила как-то компромиссно. Она решила, что Зенгизур должен быть в составе Армении, а Нагорному Карабаху в составе Азербайджана. Это решение фактически было пакетное решение. Оно принималось одним тем же органом, этим закавказским большевистским комитетом, одним и тем же составом, практически за редким исключением. Это считалось компромиссное решение. во всех этих решений по Зенгизуру писалось, что в целях обеспечения мира, чтобы не было больше вражды, чтобы никто не претеновал на чужие земли, там, все, все, то есть, четко было компромиссное решение из двух пунктов. Зенгизур в составе Армении, Карабах на горный составе Азербайджана. Если армянская сторона отказывается от этого, она отказалась от нас, тем, что она отказалась от этого консенсусного пакетного решения, компромиссного, для нас тоже это было решение, которое вызывало критику нашей интеллигенции, но мы все-таки предельно, сразу же это решение принято, было то, переграть его невозможно, возможно, только с кровью, а мы не хотели никаких конфликтов. Если армянская сторона читает, что это соглашение ликвидировано, что она может претендовать на Карабах, то она тем самым фактически дезавуирует передачу Зангизура армии. И если она не закончит с этими территориальными претензиями, которые у них зафиксированы, в конституции, в некоторых законах, не подпишется Азербайджанам мирный договор, то фактически тем самым они подрывают всю легитимность, лишая всякой легитимности передачи Зангизура армии. Потому что это было сделано в рамках компромисса. И по Нагорному Карабаху, и по Зангизуру с разницей небольшое время одними большевистскими органами принимают эти решения. Поэтому пускай эти межзояны, которые сейчас с международных трибун, с одной стороны говорят, что они готовы к миру с Азербайджаном, а с другой стороны выступают и говорят, что Азербайджан совершил агрессию против Армении, против Нагорного Карабаха. Они учеркивают историю 25 лет оккупации. Они считают, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 2020 году. До этого у нас была тишь благодать и мы дружно, мирно жили. Они хотят, чтобы мир забыл, что столько десятилетий было оккупации, что они сделали с оккупированными территориями, провели этническую чистку, превратили все это пространство в Хиросиму и Нагасаки. А теперь пытаются сделать вид, что ни с того, ни сего в 2020 году Азербайджан совершил агрессию против Армении. Да, еще провел этническую чистку в Харабахе. Дорогие мои, не забывайте, что вы еще ответственность за это преступление, за эту войну и оккупацию еще не понесли. Эта ответственность лежит на вас за эти десятилетия страданий, гибель людей, оккупации, этнические чистки. Обычно за это несут ответственность либо какими-то территориальными потерями, либо же какими-то контрибуциями, которые выплачивают десятки лет после этих войн. А вы еще пытаетесь опять на Азербайджан навесить агрессии против Армении, Нагорного Карабаха и этнической в Карабахе и думаете, что вы готовитесь к миру с Азербайджаном. Поэтому мне кажется дело, вот я одну часть уже объяснил, что с геополитической точки зрения они идут по самому для себя плохому сценарию. Не успели сами блокировали, тормозили, не подписали с нами мирный договор, не открыли границы, что все и так далее, дождались выборов Соединенных Штатов, которые кончатся тем, что проармянская администрация скорее всего с большой долей вероятности уходит и они потеряют такую поддержку, которая была раньше. И Европа после этого, если Соединенные Штаты перестанут по Украине занимать такую прежнюю позицию, на плечи Европы это пойдет, Европа тоже будет уже меньше заниматься Арменией. А тут и Иран, который всегда на стороне Армении был, там происходят какие-то изменения. А с Азербайджаном, с Турцией они не помирились, Россию они себе уже определили во врага. Если они так неополитическую месту повезут, да еще распускают языки, как этот министр иностранных дел, который еще два дня назад, вместо того, чтобы говорить о мирном договоре и о мире с Азербайджаном, говорит об агрессии Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха. Я думаю, очень печальные прогнозы у меня появляются в отношении будущей этой страны. Для того, чтобы все-таки немного сделать эфир, конец эфира более легким, я расскажу одну историю. Я же, как только мне начинает что-то интересовать, я же начинаю гуглить. Мне заинтересовало, сколько грузин, сколько азербайджанцев и сколько армян живут в Великом штате Агайи. А почему именно Агайя? Потому что оттуда этот самый Джей Ди Вэмс. Оттуда. Понятно. Он из Агайи. Кстати, Агайя уже не считается колеблющей штабом. Так вот. Вообще была, уже нет. Так вот. Там было семь, сейчас пять, ты говоришь, да? Так вот, очень мало численности практически не единят, то есть очень немного, но это уникальный штат. Сначала я обнаружил, что в этом штате существует точная копия памятника «Мы и наши горы». Вот того самого Карабаха. А потом в каком-то городке. А потом я обнаружил, что в городе, я не помню в каком городе вот этот памятник, но в городе Трое, вообще Трое очень много в Соединенных Штатах. Значит, есть Азербайджанский сад, и там памятник, который называется Очаг. Поэтому Великий Штат Агария подает пример всем. Я не знаю, какой там пример подает. Нет, но памятник сейчас находятся где? В какой стране находятся оба памятника? Какие оба памятника? Я имею в виду не копии, а эти, оригиналы. В какой стране они находятся? Какого памятника ты имеешь в виду? Слушай, есть Азербайджанский памятник. Нет, очаг понятие это родной очаг. Понимаешь, это памятник очагу, вот там памятник очагу. А мы наши горы... У нас нет единого памятника очага. А у них есть азербайджанцы там поставлены. Это памятник, допустим, это корку, это понятно, это символы, это все. Это ясно. Может быть... Я тебя подвожу к мысли, а ты не подводишься. Я не подвожу, потому что меня уже подвелся под другую, не хочу от этой позиции отходить. Он мне разозлил слишком этот араб. Я понимаю, но я к тому говорю, что оба памятника... Пока я злой. Пока я злой на него. Оба памятника сейчас находятся в Азербайджане. А? Оба памятника сейчас находятся в Азербайджане. Так что... Я азербайджан, я знаю, что памятник очагу мне просто не подать. Памятник очагу может быть у нас у каждого свое представление. Единого такого представления. Я понимаю, но ты меня понял, что я тебе говорю, да? Ты мне отдал на свободу и посылал, а здесь не подыграл. Давай, давай, ты готовься к этому самому главному, и мы твоё плоскостопие как добрость определим, и дадим время попрощаться с семьей, и вперед в новую календонию. Почему в новую календонию? Я хочу в Корсику. А, Корсику? Ты берешь на себя Корсику, хорошо. Давай. Давай. Большое спасибо. Большое спасибо, Эльдар, за очень интересную беседу, и огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,